Дональд Трамп решил сыграть на страхах инвесторов. Пока что рынок почти не отреагировал на плотное кольцо юридических проблем, сжимающиеся вокруг президента США. Однако все может измениться. В большом интервью Fox Трамп заявил, что в случае импичмента рынок обвалится. И, цитата, «все станут очень бедными». Стоит отметить, что при Трампе безработица упала ниже 4%. А рынок, воодушевленный налоговой реформой, обновил рекорд бессменного тренда роста. Так что некая логика в словах американского президента есть. Речь об импичменте зашла из-за дел Манафорта и Коэна. Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба президента, признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Майкл Коэн, бывший личный адвокат Трампа, под присягой признал, что действительно платил женщинам за молчание. Дональд Трамп уже начал защищаться в своей манере. Откуда деньги? Не из фонда предвыборной кампании. Это были мои личные, так что речи о нарушении правил кампании вообще не идёт. Вот у президента Обамы были жесточайшие нарушения, но тогда был совсем другой генеральный прокурор, и он предпочитал смотреть на вопросы по-другому. Что же касается Манафорта, то Трамп не исключил, что экс-идеолог штаба может удостоиться президентской амнистии. Однако Коэн и Манафорт далеко не единственные, хоть и самые свежие проблемы президента США. Дональд Трамп критикует своего ставленника, Джерома Пауэлла, а ведомство Пауэлла, то есть Федрезерв, в ответ косвенно подвергает критике президента. В августовском протоколе заседания ФРС предупреждает, антикитайские пошлины и эскалация торговых войн в целом в конечном итоге могут больно ударить по самой американской экономике. Ещё одна головная боль Трампа – промежуточные выборы в Конгресс. Если республиканцев выбьют из Сената, новое демократическое большинство почти точно проголосует за импичмент. И, наконец, Европа, которая всегда считалась главным другом Соединённых Штатов. Министр иностранных дел Германии накануне заявил, что ЕС надо создать свой аналог SWIFT, чтобы без проблем вести бизнес с Ираном. Такие заявления свидетельствуют об охлаждении отношений. Складывается впечатление, что из всех соперников и союзников администрация Трампа не обострила отношения только с Японией. Однако в Вашингтоне сейчас рассматривают возможность введения 25-процентной пошлины в отношении японского автоэкспорта. Так что не всё ещё потеряно. Рустам Косумов, Вести.